Министр Кристен Михал Да, я думал о словах президента о возможности своей отставки. Однако я бы хотел прежде всего дождаться результатов расследования. Если мне придется добиваться своей правоты в суде, то я считаю единственно возможным делать это не в ранге министра. В рамках расследования я поделился всей информацией со следователями. И я уверен в своей правоте и теперь желаю лишь скорейшего окончания дела. Хочу отметить, что заявления Сильвера Мейкера о незаконных финансовых схемах являются ложью и могу это доказать. Своего молодого коллегу поддержал и председатель партии реформ премьер-министр Андрус Санцеп, сказавший, что в современной эстонской журналистике превалирует презумпция виновности, когда авторы публикаций на основании только подозрения выносят вердикты и клеят ярлыки в погоне за драматизмом, яркими заголовками и кликами. Словом, когда вдруг вся общественность и пресса накинулись на реформистов после одной газетной публикации об их возможной нечистоплотности, это членам правительства показалось несправедливым и даже обидным, тогда как аналогичные ситуации с представителями оппозиции с готовностью использовались правящими политиками для публичного очернения и шельмования оппонентов. Например, пресловутый скандал с так называемыми «восточными деньгами» Эдгара Сависера не достиг даже стадии предъявления подозрений, как в случае с Михалом, хотя стал поводом для невиданной до того акции астракизма центристов и их лидера. Почему-то тогда премьер Андрус Сантьеп, назвавший себя сегодня искренним приверженцем презумпции невиновности, об этой своей пассии и не вспомнил. Как бы то ни было, по ответам министра юстиции было видно, что тот уже выстроил позицию защиты, явно исходя из вероятности участия в суде. Отставка все-таки не за горами? Дмитрий Кукушкин, Рихо Пресс, Первый Балтийский канал.